Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Вначале о главных событиях. На плохие погодные условия дорожные службы готовы оперативно реагировать. Транскам функционирует в штатном режиме. Дата голосования – 10 апреля текущего года. Центр избирком республики приступил к работе по подготовке и проведению президентских выборов. Соблюдение рекомендаций обязательно. В республике увеличивается число инфицированных COVID-19. Транскавказская автомагистраль функционирует в обычном режиме, несмотря на осадки, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. На северной и южной стороне Рукского тоннеля с утра идет снег. Чрезвычайное ведомство просит водителей быть предельно внимательными на дорогах. Анжела Кукоева подробнее. Транскам функционирует в обычном режиме. В горной местности сегодня выпал снег. Однако на транспортное сообщение он не повлиял. В пожарно-спасательной части Министерства чрезвычайных ситуаций, расположенной в селении Верхний Рук, отмечают, что к непогоде они готовы. Вся необходимая техника имеется. Однако сами водители должны быть бдительны на дорогах. В особенности автомобилисты, которые не сменили летнюю резину на зимнюю. Призываем, конечно, автолюбителей соблюдать правила дорожного движения, осторожность, что на некоторых участках автодороги сохраняется гололед. Хотя наши дорожные службы регулярно посыпают реагентами дорожное полотно, но тем не менее, конечно, вероятность гололеда большая. И поэтому просьба соблюдать осторожность при передвижении. На плохие погодные условия дорожные службы реагируют оперативно. Дорожное полотно, расчищен на снег, можно увидеть только на обочинах и в горах. Машины ездят без препятствий. Однако к вечеру погода сменится, и в горах ожидается обильный снегопад, сообщили в чрезвычайном ведомстве. Хочу отметить, что на ближайшее время прогнозируется снегопад. Ночью примерно он начнется и продлится, наверное, в течение завтрашнего дня. Поэтому, конечно, есть угроза исхода лавин. Северные коллеги подтверждают, что есть вероятность исхода снежных лавин. На автодороге нет. Автотранспорт передвигается без затруднений. В горных районах Северной Осетии также объявлено штормовое предупреждение по повышенной лавине опасности. Анжела Кукоева, Риня Атмидоев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Центральная избирательная комиссия Республики приступила к работе по подготовке и проведению президентских выборов. В соответствии с конституционным законом о выборах президента Республики Южная Осетия парламент утвердил дату голосования на 10 апреля текущего года. 22 января соответствующее постановление парламента было опубликовано государственными печатными изданиями. И в тот же день Центральная избирательная комиссия с момента официального опубликования даты выборов приступила к исполнению своих непосредственных обязанностей по подготовке и проведению выборов президента Республики Южная Осетия. Центральной избирательной комиссией были разработаны инструкции о порядке выдвижения кандидатов на должность президента Республики для максимально эффективного использования избирательных средств и возможностей всеми участниками кампании. Было проведено заседание Центральной избирательной комиссии, на котором были утверждены разработанные Центральной избирательной комиссией и инструкции по выдвижению политической партии кандидатов на должность президента Республики Южная Осетия и порядке регистрации их уполномоченных представителей, и по выдвижению кандидатов на должность президента инициативными группами избирателей и порядке регистрации их уполномоченных представителей. В условиях, когда инициированы ранее Центральной избирательной комиссией и внесенный в парламент Республики Южная Осетия законопроект о внесении изменений в Конституционный закон о выборах президента Республики Южной Осетии остался без рассмотрения. Когда предлагавшийся законопроектом Институт самовыдвижения кандидатов на должность президента был проигнорирован депутатами, Центральной избирательной комиссией в целях максимально эффективного использования всеми участниками кампаний избирательных средств и инструментов, а также в целях единообразного применения норм Конституционных законов было принято решение разработать указанные инструкции. В настоящее время право выдвижения кандидатов на должность президента имеют граждане Республики, обладающие активным избирательным правом и являющиеся членами политических партий. Кандидата могут выдвинуть и инициативные группы избирателей, отметила Мадина Кочева. При этом правом выдвижения кандидатов на должность президента обладают только те политические партии, которые были зарегистрированы в установленном законном порядке не менее чем за год до дня голосования. Правомочность политических партий, выдвигающих кандидатов на должность президента Республики Южная Осетия, составляет не менее ста делегатов и не менее ста человек, соответственно, собранием инициативных групп избирателей. Гражданин Республики может быть членом только одной инициативной группы избирателей, но при этом состоять в членстве любой политической партии. Политическая же партия вправе выдвинуть любого гражданина Республики Южная Осетия, даже не являющегося членом этой политической партии. Согласно требованиям, инициативные группы и политические партии должны оповещать Центральную избирательную комиссию о месте, дате и времени проведения съезда по выдвижению кандидатов в президенты не менее чем за пять дней. Оформленные протоколами решения съезда политической партии и собрания инициативной группы избирателей представляются в Центральную избирательную комиссию вместе со всеми дополнительными, необходимыми, предусмотренными законным документами в течение 30 дней со дня официального публикования даты выборов в рамках данной избирательной кампании. Это не позднее 20 февраля 2022 года. После рассмотрения представленных документов Центральная избирательная комиссия в случае положительного рассмотрения выдает свидетельства, регистрационные свидетельства уполномоченных представителям политических партий и инициативных групп избирателей на сбор подписей граждан республики в поддержку выдвинутым им кандидатам. Руководитель аппарата Центральной избирательной комиссии обратила внимание на сроки избирательных мероприятий. Хочу обратить внимание всех участников избирательной кампании на то, что все сроки всех избирательных мероприятий считаются сквозным календарным счетом без учета выходных и праздничных дней. Всю необходимую информацию о нормах избирательной кампании можно найти на сайте ЦИК. Здесь же каждый желающий может ознакомиться с инструкциями о порядке выдвижения кандидатов на должность президента Республики Южная Осетия. Инструкции опубликованы вместе с типовыми формами документов, предусмотренных законом. Роза Тедеева, Айда Кочиева, информационный выпуск сегодня. В красной зоне медцентра Южной Осетии проходят лечение 29 человек. Все больные размещены на первом этаже инфекционной больницы. Задействований других этажей пока необходимости нет. В медцентре продолжается вакцинация от коронавируса российскими препаратами «Спутник» и «Спутник Лайт». Медики по-прежнему призывают население к мерам предосторожности и соблюдению рекомендаций. Тему продолжит Стейла Бясрова. Количество новых инфицированных коронавирусом в республике увеличивается. Тем не менее, большого наплыва больных в красную зону инфекционной больницы нет. На сегодняшний день стационарное лечение проходит 29 человек. Из них один в реанимации, состояние его крайне тяжелое, он получает свою терапию. Из тех больных, которые есть в отделении в красной зоне, тоже есть тяжелые больные. Они получают свою терапию и у них наметилась положительная динамика. За последнюю неделю количество пациентов в красной зоне колеблется 26, 28, 32. Вот на этом уровне. Стационарные больные коронавирусом занимают первые этажи инфекционной больницы. Однако при необходимости будут задействованы и другие этажи. По словам главного инфекциониста республики, больница готова к потоку поступающих больных. В отношении лекарственного обеспечения могу сказать, что остро-дефицитные, дорогостоящие генноинженерные биологические препараты, они у нас в наличии есть. В достаточном количестве. Тем более, на этой неделе мы получим очередную партию генноинженерных биопрепаратов, антикоагулянтов, растворов. Кислорода у нас достаточно. Станция наша работает в обычном режиме. Кислорода достаточно больные получают в нужном объеме. В соседних республиках уже зафиксированы случаи штамма омикрон. В ПЦР-лаборатории Юго-Седпотребнадзора зафиксированных случаев штамма омикрон нет. Но по словам Элеоноры Джоевой, клинический предположить можно. В пользу омикрона, значит, говорит, во-первых, массовость выявленных случаев с коронавирусной инфекцией, семейные очаги, скорость распространения и, безусловно, клиника, которая выражается в поражении верхних дыхательных путей. Больные жалуются на першение в горле, на сухость, сухой кашель, такой надсадный, который их мучает на высокую лихорадку. Отмечают остро выраженную слабость, повышенную утомляемость. Вот это те симптомы, на которые они указывают. Могу отметить, что острого расстройства дыхания в виде одышки, в виде чувства нехватки воздуха, как будто бы не присутствуют. При всем при этом, значит, обоняние, вкус у этих пациентов, они сохранны. Врачи призывают население республики серьезнее относиться к своему здоровью и здоровью близких людей, по возможности ограничить массовые мероприятия, соблюдать рекомендации санитарных органов. Стала Бязарова, Азамат Кодзеев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции ввел ряд ограничений. До 1 февраля закрыты все учебные заведения и детские сады, спортивные секции. Запрещено проведение массовых мероприятий. Подробности далее. В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекции с целью локализации и предотвращения дальнейшего распространения на территории Южной Осетии, в республике приостановлено функционирование средних общеобразовательных, дошкольных и детских учреждений дополнительного образования, детских развлекательных центров, детских кафе, аттракционов, компьютерных клубов, объектов физической культуры и спорта, в том числе тренажерных залов, бассейнов, спортивных секций. С ростом коронавирусной инфекции 22 января 2022 года оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции принял решение о приостановлении деятельности средних общеобразовательных школ, дошкольных образовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей включительно до 31 января текущего года. За это время в общеобразовательных организациях должны пройти карантинные мероприятия по обеззараживанию площадей, учебных площадей и подготовке их к выходу из карантина по решению оперативного штаба по следующему за карантином. На время карантина все общеобразовательные организации республики переходят на дистанционную форму обучения соответственно с порядком осуществления учебного процесса по дистанционной форме обучения. Также под запретом проведения торжественных культурно-массовых, праздничных, спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий рекомендовано ограничение посещения свадеб, религиозных, похоронных, поминальных мероприятий. При посещении данных мероприятий необходимо строгое соблюдение присутствующими требований по предотвращению рисков распространения коронавирусной инфекции. Работодателям предоставить право переводить работников, относящихся к группам риска, беременные женщины, лица, страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, ожирение, бронхиальная астма, хронические болезни почек, онкологические заболевания и т.д. на дистанционный режим работы с сохранением заработной платы. Освобождение от работы с сохранением заработной платы одному из лиц, осуществляющему уход и присмотр за детьми. Лицам, контактировавшим с лабораторно подтвержденными больными COVID-19, находятся на самоизоляции по месту жительства не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным. Решения оперативного штаба вступили в силу с 22 января 2022 года. Зарина Кощева, Регина Черткой, Вазау Рустаев, информационный выпуск сегодня. Штангисты республики завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль на открытом первенстве РСУАЛАНЯ по тяжелой атлетике. Особо отличился Майрам Касабиев, который выполнил норматив мастера спорта. Об успехах спортсменов расскажет Агунда Губосова. Отличные результаты показали и угостинские спортсмены на открытом первенстве РСУАЛАНЯ по тяжелой атлетике среди юношей 2007-2009 годов рождения. Среди спортсменов до 17 лет не было равных Майраму Касабиеву. Он стал первым не только в весовой категории до 81 килограммов, но и в сумме двоеборья с результатом 270 килограммов победил в абсолютной весовой категории. Таким образом, Касабиев перевыполнил норматив мастера спорта на 5 килограммов. Сейчас он будет готовиться к первенству России, которое состоится через месяц. В соревнованиях среди спортсменов до 15 лет в весовой категории 55 килограммов победителем первенства стал Александр Багаев. В сумме двоеборья он показал результат 140 килограммов. Еще одну золотую медаль завоевал Давид Багаев. Выступая в самой тяжелой весовой категории в рывке, он поднял 60 килограммов, а в толчке 80. На второй ступень пьедесталов зашел Георгий Багаев в весе до 96 килограммов. Он в сумме двоеборья поднял 142 килограммов. Тренер Инал Касабиев подчеркнул, что доволен результатом своих подопечных. Георгий Багаев в весовой категории в весовой категории. Спортсменов готовят именитые тренера Инал Касабиев, Александр Касабиев и Эдуард Касабиев. Из представителей Южной Осетии еще одну медаль выиграл Хасан Порастаев. Он стал третьим в весовой категории до 61 килограммов, показав результат 130 килограммов. Его готовит тренер Андрей Порастаев. Агунда Губозова, Альдина Чехойва, Батратс Хуриев. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева, желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова